Приветствую всех! С вами канал VitaSalvo. В этом видео я хочу рассказать о том, как правильно зажечь обычную спичку, при этом не навредить себе. У меня была ситуация, почему я и решил записать это видео. Ситуация, конечно, была давно, но недавно я снимал видео о спичках и решил, что нужно рассказать об этом, чтобы остальные на моих ошибках научились правильно зажигать спички и не навредить при этом себе. Как у меня было дело? Плита у меня газовая и пользуюсь я спичками. Как-то раз я беру спичку, зажечь газ и зажигаю спичку на себя, чиркашем, держа верх примерно в сторону лица. Зажигаю спичку. Как многие знают и понимают, что спички сейчас делают всякие разные. Именно по качеству они гораздо хуже, чем были раньше. Даже не могу сказать примерно количество лет назад, но были они гораздо лучше, когда еще стоили копейки. Вот. И значит, я зажег спичку таким образом, что спичка зажглась, при этом сера на спичке головка, она повредилась, разломалась. И все, что зажглось, она раскрошилась. И эта сера таким способом, что я зажег резко, да, сера горевшая отлетела мне в глаза. То есть она полетела мне в лицо и попала в глаз. У меня, конечно же, сработала реакция и века у меня закрылась. И мне повезло тем, что века, эта сера горячая попала на века. Мне повезло. Повезло очень хорошо. Века у меня было полностью обожжено. То есть туда, куда попала сера, это было довольно-таки серьезно. Я считаю, и если бы вот эта горячая сера попала на глаз, на само яблоко глазное, то мне бы просто выжгло глаз и я бы ослеп. То есть я, можно сказать, что благодарю Бога, что этого не случилось. Как желательно правильно зажигать спичку, даже если вы находитесь на улице. Это тоже может пригодиться. Значит, коробок все так же мы берем в руку и примерно держим так же. Спичку мы берем не двумя пальцами, не зажигаем ни так, ни так, ни как-то еще. Спичку мы берем как щепотку соли. При этом она у нас закрыта в ладони примерно вот так вот. Но сначала она у нас выпирает. То есть, в принципе, вот так вот. Средним пальцем мы ее придерживаем, потому что, так как мы ее держим, она у нас немножко отгибается, неудобно. Средним пальцем мы ее придерживаем. Здесь нам ничего не должно обжечь, потому что сера находится вот здесь. Здесь нам ничего не должно обжечь. У нас здесь есть промежуток. Значит, мы и вот этими пальцами безымянным и это прикрываем чуть-чуть Я как бы тут немножко будет не видно, но покажу Этот способ действует и при ветреной погоде То есть спичка не затухнет, не загаснет, если сделать всё правильно Мы зажигаем спичку И закрываем остальную часть ладони, переворачиваем её И можем даже подкурить, зажечь что-то Развести огонь, так скажем Другие способы не так эффективны, ну если только в домашних условиях Можно зажечь, конечно, спичку и так Но не советую зажигать на себя Это точно не советую Ну даже если вы зажгёте, понимаете Так всё равно может отлететь куда-то в другую сторону Смотря какие спички вам попадутся Вот я именно советую правильно зажигать спичку Таким образом, что мы держим кончик спички Таким образом Да, лучше всего не щепоткой, как я показал А вот именно взгиб пальца И держать большим пальцем Также немножко придерживать средним пальцем А этими пальцами просто закрываем Дело в том, что если даже она рассыпется То она никуда не улетит Да, может быть попадёт на вот эти пальцы Но это, конечно же, всё заживает Мы знаем И это принесёт, можно сказать, минимальный вред здоровью Вам и окружающим Если вдруг что-то пойдёт не так Таким образом Мы зажигаем спичку Как бы получается, что вот так вот И переворачиваем её Ещё раз показываю Сделано вот так вот Да Даже вот так вот Не знаю, как показать здесь это всё Ну, в общем От лица вас защищают руки, пальцы И когда она зажглась Мы её переворачиваем И делаем вот такой вот цветочек И ветру даже На ветру такая спичка В таком защитной оболочке Можно так сказать Да Она не потухнет Если всё сделано правильно Спасибо за внимание Это было довольно-таки долгое видео О том, как зажечь правильно спичку Но всё равно я рассказал Как правильно это сделать Как лучше сделать Конечно, вы зажигаете как хотите Но дело в том, что Если зажечь не так, как я вам показал Может сказаться на вашем здоровье Или если кто-то поблизости находится То может пострадать Если вам понравилось, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Увидимся До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok